Пять минут до показа. Дизайнер из Челябинска Инна Денисова в последний раз проверяет готовность своей коллекции к блеску софитов, ярких вспышек фотоаппаратов и съемке видеокамер. Все должно быть безупречно, ведь через мгновение результат ее трудов предстанет на суд профессионалов. Поразить их девушка планирует не только креативным дизайном вещей, но и материалами. Резина, теплопластик, синтетическая сетка – далеко не весь список решений для пошива. Некоторые современные ткани девушка придумала сама. Такой подход – способ сэкономить, ведь цены на материалы сильно подскочили, что поставило под угрозу возможность участия в этом конкурсе. Я надеюсь, мы будем оживать и бороться с кризисами, и что ничего нам будет ни по чем. Может, скидки начнутся на ткани, резко увеличиваться. Будем надеяться на какое-то сотрудничество, может быть, от государства. Однако в большинстве случаев начинающим дизайнерам приходится рассчитывать только на свои силы и финансы. Для того, чтобы пошить полноценную коллекцию, в среднем необходимо потратить от 20 тысяч рублей. Такие затраты им часто оказываются не по плечу. Многие стараются подработать в свободное от учебы время, но и этого не хватает. В такие моменты будущее начинающего дизайнера оказывается в руках родителей. В этом плане родители, конечно, наших студентов, они герои, потому что я думаю, что они жертвуют очень многим, чтобы как бы вложиться в коллекции, потому что раньше коллекции стоили очень дорого, а сегодня это все усугубилось. Финансовые сложности – не единственное препятствие на пути самореализации себя в профессии дизайнера. Ее престижность в Омске находится не на самом высоком уровне, поэтому и возможностей здесь не так много. Ежегодный институт сервиса выпускает от 30 до 40 дизайнеров. Как показывает практика, большинство из них продолжают свою карьеру в индустрии моды, однако не в родном городе. Я считаю, что Омск недостаточно развит в этой сфере и хочется уехать в Питер, Москва, именно в такие крупные мегаполисы, где эта сфера более развита. В Омске все-таки не очень много возможностей для реализации потенциалов дизайнеров нашей школы, но все-таки есть, я знаю, люди, которые после выпуска остаются в Омске. Некоторые из них организовывают свои дела, ателье дизайнерские, либо какие-то интернет-магазины. То есть есть люди, которые справляются, придумывают, что сделать именно в нашем городе. Но таких, конечно, немного. И проще, конечно, уехать в большие города, где есть возможность. По словам преподавателя Института сервиса, их выпускники сейчас успешно реализуют себя не только в крупных городах России, но и за границей. Омские дизайнерские идеи воплощают в коллекциях Швейцарии, Америки, Китая или, например, на Бали. Чтобы добиться таких высот, одного таланта мало, необходима постоянная практика. Конкурсы, фестивали, мастер-классы – верный путь к успеху, однако очень затратный. Так из списка участников фестиваля в этом году выпал Санкт-Петербург. Дизайнерские идеи культурной столицы так и не увидели Ксения Тойчкина и Артем Колесников, Антенна-7.